Каждый год 1 апреля разработчики Майнкрафта радуют нас чем-то необычным. Это стало традицией, и день дурака, начали отмечать множество различных компаний, студий и практически весь интернет, в этот день кишит пранками, шутками и издевками. Моджанг не хотят отставать от трендов, и в 2013 году они даже выпустили Майнкрафт 2.0. Так что в теории Майнкрафт 2 существует, но вот вопрос понравится ли он каждому. Итак, каждое 1 апреля нас ждет шутка от разработчиков. В этом году она была конечно не очень, ведь нам добавили только скринсейвер для компьютера, а ждали мы либо обновление, либо снапшот. Поэтому давайте исправим это недоразумение и посмотрим на новое 1 апрельское обновление. Вперед открывать Майнкрафт по-новому! В этом году 1 апрельское обновление вышло не очень, ведь нам добавили ну вот скринсейверы, которыми уже практически никто не пользуется. Они прикольные, поэтому их можно добавить в сам Майнкрафт полноценно, потому что у нас есть самый настоящий компьютер. Берём его, ставим где-то вот, пусть будет вот здесь, не обращайте внимания, это не наковально, ни в коем случае. И у нас есть 6 компьютеров, но что самое главное, это самый редкий материал в Майнкрафте, его сложно достать, но я смог. Полноценная копия Майнкрафт Плюс. Не подумайте, не пиратская, всё купил, аж целых 3 двойных сундука. Вот честное слово, мы можем взять эти штуки и прям поставить на скринсейвер этого компьютера. Оп, стоп, не так. О, всё, то же самое и вот здесь, шабунгс, видите, вот есть такая, есть вода, только здесь видно, что она переливается. То же самое вот здесь, посмотрите, это как будто бы DVD лого, только в виде блоков, это же шикарно, за этим можно наблюдать вечно, мне кажется. Ну-ка, какой нам выпадет следующий, э, не то, это не очень. Ладно, всё, всё с тобой ясно, не интересный ты. Самое прикольное и самое главное, что можем получить, это если мы случайно активируем этот диск в самом Майнкрафте. Нажимаем и скринсейвер со светящимся спрутом появляется прямо у нас в мире. И будет переследовать нас очень-очень долго. Гляньте, ну это прикольно, это вот, вот уже это необычно и за этим интересно наблюдать. Почему разработчики добавили вот такие скринсейверы? Кайфово, интересно и необычно. Можно их также выключить, чтобы их не было вообще здесь. В Майнкрафте есть много грязи, вот действительно много. И именно с этого блока начинается шикарное строительство в Майнкрафте. Ведь именно из земли мы строим свой первый домик, и он в принципе нормальный, это земляная коробка. Но, что если пойти дальше и сделать полноценные кирпичные блоки из грязи? А? Как вам? Как вам такое? Это же идеально. Да, нас уже ждет новый блок кирпичей из грязи, только это именно отдельный блок, это именно будет грязь, которая в Мангровой роще. То, что мы имеем сейчас, это полноценные кирпичные блоки из грязи. Как же это ужасно выглядит. Не, ну посмотрите, оп, оп, и все. Ну вот чем вот это, хуже вот этого. Вообще ничем. Плюс ко всему, из этих блоков мы, понятное дело, можем сделать себе кирпичи или полублоки. Вот гляньте, я смог найти вот такой шикарный замок, который, ну не совсем шикарный, потому что он использует какие-то устарелые каменные кирпичи. Это уже моветон. Вот если мы сейчас в одну команду это все заменим в наши коричневые кирпичи из грязи, то посмотри. Вау! Вау! Во, 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 теперь все отлично. Я заменил все, издалека выглядит, будто бы это домик из шоколада. Почему бы и нет? Это прикольно, это интересно. Бьем долины песка в душ, очень опасный. Здесь есть скелеты, здесь есть гасты, которые пытаются себя убить. Иногда очень сложно передвигаться, особенно когда ты попадаешь вот на такой песок душ. А что будет, если мы еще чуть-чуть его усложним? Например, при помощи вот такого блока, который, если поставить, заменяется вот на совершенно невидимый, ты почему так рано вылез? Ничего страшного, еще раз, он заменяется вот на такой, да ну иди в задницу! Думаю, вы меня поняли, заменяется на совершенно неузнаваемый блок. Обычные другие блоки огня, которые горят в Далине песка душ. Но как только ты на него наступишь, здесь появляется вот такой причудливый друг. И я думаю, что вы узнали этого парня. Он немножко переработан под Далину песка душ, но это инферно. Должен был быть боссом всех ифритов в Незере. Но, к сожалению, вместо него появился фантом. Боже мой, мы все профукали. Помните, те самые старые добрые времена, когда лаки-блоки были очень популярными? На всякий случай уточню, возможно, они до сих пор очень популярные. Но мне кажется, такой хайп, какой был у них когда-то, уже немножко утих. Так вот, что же было, если бы нам добавили... Нет, понятное дело, не лаки-блоки. А самое что ни на есть, блоки рандома. Непонятный блок, который может быть чем угодно. А поймем мы это только тогда, когда установим их. Ну-ка, 3, 2, 1, и это печка. Это обсидиан, а вот это блок золотой, верстачок, почему бы и нет. Еще один блок обсидиана, это прикольно. Рандомные блоки в Майнкрафте, это нечто необычное. Уже это хватает на отличное обновление разработчики. Почему? Почему так сложно сделать что-нибудь прикольное для апрельского обновления? Давайте-ка вернемся мы к нашему замку, и посмотрим, какой же он получится, если мы заменим каменные кирпичи на блоки рандома. При помощи этой команды, и бам! Вот, вот, неоднозначно, если честно, это все выглядит. Вроде бы интересно, вроде бы красиво, но что-то не хватает. В Майнкрафте очень много опасностей, которые подстерегают тебя на каждом шагу. То скелеты, то криперы, то зомби, то еще разные ловушки, которые могут понаоставить другие игроки. Как-то маловато любви. И вот у меня есть тоже отличное решение для этого всего. В виде вот этого блока, который если поставить и стать на него, мы начнем получать регенерацию. Это скажем так, между прочим, второго уровня. И скажем так, мини-маяк только на одну функцию, чтобы дарить добро, любовь и сердечко. Да, попал я, конечно, в очень странное измерение. И это было бы интересным измерением, учитывая то, что позапрошлом году нам добавили сотни разных измерений, у которых творится какая-то непонятная дичь. Это может быть одним из них, где вот спавнятся большие гигантские зомби, и даже есть обсидиановые столбы с кристаллами. Но нам здесь интересны вот эти штуки. Двери. Это запертые двери, которые невозможно открыть просто так в Майнкрафте. Как бы ты ни старался, как бы ты ни хотел, сломать их нельзя. И это, скажем так, небольшая отсылка на то, что в Майнкрафте когда-то давно был закрытый сундук, который нельзя было открыть без ключа, которого ты не купишь на специальном сайте. Это тоже был первоапресский розыгрыш, если не ошибаюсь, самый первый вообще, который существовал. А если вы следите за обновлениями в Майнкрафте, то знаете, что в 2019 году, если не ошибаюсь, Mojang случайно нашли старую версию из 1984 года, в котором были вот такие ключ-карты. И вот этими ключ-картами можно открыть эти двери. А внутри нас ждет супер сумасшедший лут. Вау. Какой же шикарный лут, я вам скажу. Не пожалел. А окей, а что будет в красной? Ну-ка. Надеюсь, что-то лучше. Да, супер. Алмазная кирка на удачу 3. Починку и прочность. Это приятно. Ну и понятное дело, чтобы желтой ключ-карте не было обидно, тоже проверим, что здесь есть. О, а здесь уже поярче. Алмазные поножи и алмазный меч. Прикольно. Любовь и дружба в Майнкрафте, это, конечно, хорошо. Но никто же не отменял приятных издевок над своими друзьями. Ну бишь пранки, скажем так. И вот фейковый блок воды, вам с этим поможет, как никто другой. Только представьте, сделали вы вот такую прикольную штуку из полублоков с грязи. И поставили фейковый блок воды. Вот он, между прочим, берет свою текстуру из того объема, в котором он был поставлен. Как видите, у меня здесь вот такая приятная голубоватая вода, здесь она точно такая же. И как же будет приятно разыграть своих друзей, которые подумают, что это обычный блок воды, и сделают в него ватердроп. А на самом деле воды там и не существует. Хоть в 1.16 нам добавили незеритовую кирку, добывать бедрок, конечно, нельзя при помощи этой кирки. Но если пофантазировать и подумать, что же бы было, если бы можно было добыть бедрок. Например, мы могли бы взять камнерез и засунуть наш бедрок в камнерез, и с него получить те же самые кирпичи из бедрока. Класс! А кирпичи из бедрока в свое время можно, например, переделать в какие-то красивые другие варианты этого блока. Как, например, резной кирпич и всякие такие приколдесные-приколдесины. Вот это бы разработчики точно бы удивили всех. Ну гляньте, конечно, текстура так себе, и ничего с этим не поделаешь, но все же это прикольно. А вот эти блоки, на которых есть бесконечность, при помощи этих же ключ-карт можно каким-то образом поджигать и давать им вот такой эффект. Ну классно! Как-никак, дружба и любовь всегда должны побеждать, поэтому есть вот такой шикарный розовый бластер, который точно подарит всему и вся доброту. И если мы его запульнем, он сделает вот такие приятные вещи. Это летающая костная бука. Господи, какая же это фигня. Заряжаем наш бластер, и бум! Что же происходит? Везде начинают разрастаться кораллы, появляется морская трава. Это же шикарно, это мне нравится, вот такие бластеры в Майнкрафте, мне кажется, должны быть. Правда так не видно, а вот так вообще шикарно. Кайф, мне нравится. Понятное дело, что раз мы можем добывать бедрок, то какой-то инструмент, который будет его добывать, нам тоже понадобится. И это вот такая кувалда, которая неимоверно быстро добывает все блоки моментально. Не зависимо от того, что это за блок, какая у него разрушаемость и тому подобные вещи. Но нас, понятное дело, интересует бедрок, который вот он, есть. Его просто так не добудешь, нужно зажать правую кнопку мыши, и только в этом случае он добывается. Это так приятно, берешь просто и моментально разрушаешь бедрок. Классно, мне нравится. Вы все прекрасно знаете, что я тот самый человек, который очень хорошо разбирается в Редстоуне. Тут даже спорить нельзя. Я самый главный Редстоун мастер на русскоязычном Ютубе. Это даже смешно звучит. И поэтому я хочу вам показать еще одно красивое творение этого, скажем так, обновления. Новый биом, который выглядит вот так. Это, дамы и господа, самый что ни на есть, настоящий Редстоун биом, в котором вы можете прокачать свои умения и скилы по Редстоуну. Например, здесь можно встретить вот такие шикарные Редстоун деревья, которые очень похожи на деревья, которые в Незере. Но это не они, и самое крутое, гляньте, это у нас Редстоун цветочки, которые мы можем добыть и потом посадить. Они ничего не делают, Редстоун сигналы они тоже не выдают, но они красивые. Можно добыть еще, как видите, Редстоун блоки, и где-то я видел только я... А, вот она, бежит ко мне, самая настоящая Редстоун чешуйница. А? Как вам это? Редстоун чешуйница. Она уже, как правда, была в одном из преуэропейских обновлений, но в этом биоме она выглядит лучше всего. В этом биоме я чувствую себя тем, кем я и являюсь. Самым крутым Редстоунером, ладно. Это смешно, это уже реально смешно. Прикольно, мне нравится, особенно еще вот есть красная водичка, и самый настоящий полноценный залеж Редстоуна. Думаю, что если бы разработчики Майнкрафта сделали что-то подобное, в этом году было бы вообще шикарно. Потому что получать подобные вещи, как скринсейверы, это, конечно, приятно. Да, это лучше, чем ничего. И на что мы жаловаться, если мы получаем это все бесплатно. Но хотелось бы, чтобы это было что-то прикольное, видеть каких-то обновлений, либо снайпшотов, которые разработчики, кстати, уже делали. И у них получается это отлично. Не знаю, что решило, их сподвигнуло вообще к такому решению выпустить именно скринсейверы, вместо какого-то шуточного обновления, над которым бы посмеялись все. Надеюсь, вам такое понравилось, и вы поставили уже свой лайк, и два раза нажали на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих видеороликов. А с вами, как всегда, был я, Ныркин. И помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся.